Привет-привет! Это Универ Ньюз. С тобой Гульфия Мутугулина. Пионер всегда готов. Вот и мы нашей командой готовы рассказать тебе самые яркие и интересные новости нашей республики. Сегодня в выпуске. Первый, последний звонок. IT-лицей КФУ выпустил во взрослую жизнь своих воспитанников. Как же изменится подход к лечению и профилактике заболеваний уже завтра? Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной конференции «Трансляционная медицина. Настоящее и будущее». В эти дни, напомню, в Казанском федеральном обсуждают настоящее и будущее трансляционной медицины. Как же изменится подход к лечению и профилактике заболеваний уже завтра? Разговор об этом зашел на пресс-конференции, посвященной конференции «Трансляционная медицина. Настоящее и будущее». О необходимости трансфера новых технологий в медицину сегодня не говорит лишь ленивый. И связано это в первую очередь с осознанием цены времени. Ведь в больнице даже доли секунды могут перевернуть все с ног на голову. А там, где на кону человеческая жизнь, ни о какой моде не может быть и речи. «Вы знаете, это, наверное, не просто модный тренд «Трансляционная медицина». Это реалии сегодняшнего дня, потому что вся наука развивается очень быстро. Идет прорыв в биологии, идет прорыв в физике, идет прорыв в робототехнике. И вот, я уж не говорю «пройти». И реально все это должно очень быстро внедряться в сферу здравоохранения, именно в практическую медицину. То есть надо сократить промежуток, надо все, что можно сейчас направлять на то, чтобы, так сказать, сохранить здоровье населения». Форум, проходящий в эти дни в Казанском федеральном, уже показал, что для развития трансляционной медицины очень важен обмен опытом. Собственно, для этого в КФО и приехали практикующие врачи и ученые-медики со всего мира. «То, что коллеги приносят новые технологии, новое видение по тем, может быть, давно забытым болезням или по вновь определенным, там, редким болезням, для нас очень важны. Мы должны не все время идти, догоняя кого-то, мы должны сесть сразу в телегу или в пояс или в самолет, как угодно, быстро двигающейся науке, которая называется вот сегодня новый термин «Трансляционная медицина». «И здесь, в Казанском университете, уникальнейшая возможность для того, чтобы не только создать фундаментальные открытия, новые фундаментальные открытия, которых еще нет в мире, но их достаточно быстро транслировать в клинику. Потому что пациенты не ждут, не могут ждать 10 лет, пока что-то произойдет. Особенно пациенты, например, с редкими заболеваниями, пациенты с рожденными пороками». Казанский федеральный не просто включился в гонку. Сегодня в составе университета работает полноценная клиника. И работа в ней строится в том числе по основным принципам трансляционной медицины. Так, например, пациенты университетской клиники КФУ уже сегодня могут пройти исследование на предрасположенность к раку. И предупреждение этой страшной болезни – далеко не последняя инновация в руках медиков КФУ. Александр Александров, Ленар Довлетяров, Универньюс. Прошедшее заседание ректората КФУ было богато на новости о скорых преобразованиях и нововведениях. Подробнее о выдвинутых инициативах ректора Казанского университета Ильшат Гафуров рассказал в интервью информационного агентства «Татаринформ». На ректорате КФУ 23 мая было решено создать специальный орган – Координационный совет по поликультурному образованию, в который должны войти представители всех основных структурных подразделений КФУ. Его целью будет выработка и совершенствование методик преподавания национальных иностранных языков, а также контроль их соответствия нормам действующего законодательства о языке. Центром ответственности за успешную работу Координационного совета призван стать Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, под руководством его директора Радифа Замалитдинова. Также члены ректората одобрили предложение в части переименования отделения татарской филологии и культуры имени Габдулу Тукая в высшую школу татарестики и тюркологии имени Габдулу Тукая, а отделение русской и зарубежной филологии в высшую школу русской и зарубежной филологии. Как объяснил Ильшат Гафуров, эти подразделения будут нести ответственность за реализацию закона о госязыках на территории Татарстана. Татаристика – это комплекс предметных областей, в основе которого стоит, конечно же, знание языка и культуры, традиции, истории татарского народа. На базе этой школы будет несколько кафедр. Это целый комплекс предметных областей, это не один далеко предмет. Но в основе всего стоит, конечно же, знание татарского языка, если это касается татаристики. А сейчас пришло время самых обсуждаемых новостей Рунета. В эфире рубрика «Веб-Ньюз». В Казани открывается фестиваль имени Рахманинова «Белая сирень». Фестиваль ежегодно проводится Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. 15 лучших дизайн-бюро России поборются за право создания фирменного стиля казанского зоопарка. Всего в конкурсе приняли участие 75 команд из 18 городов страны. Среди финалистов – студия Артемия Лебедева. 27 мая в Управлении инновационного развития КФУ состоится подведение итогов первого конкурса студенческих социально-предпринимательских проектов 2016. Победителям будут вручены дипломы и планшеты. Казанцев просят не обращать внимания на упавших птенцов. Рядом с птенцами, покинувшими гнездо, дежурят родители. Они продолжают заботиться о птенцах, сообщает Управление по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан. В набережных Челнах впервые за 20 лет чемпионом студенческой лиги КВН стала женская команда. Победу одержала команда «Марат» из набережной Челнинского государственного педагогического университета. В Казани начались съемки документального фильма «Олег Лунстром. Культурный код». В этом году Россия отмечает 100 лет со дня рождения легендарного джазмена. На базе РКБ откроется базовая кафедра колледжа КНИТУ по биомедицинским аппаратам. Студенты будут здесь проходить практику в сфере биомедицинской инженерии. В Казани стартует юбилейная конференция «IT and Security Forum». В рамках юбилейного форума впервые пройдет конференция для государственных структур, одним из организаторов которой выступил КФУ. В дагестанском селе Нижний Чирюрт увековечили память известного хирурга Александра Вишневского, который учился на медицинском факультете Казанского университета. Вишневский известен не только тем, что создал до сих пор применяемую мазь, но и стоял у истоков создания Казанской школы факультетской хирургии. Ведь правда, что когда делаешь добро людям, настроение поднимается на долгое время. Помогать нуждающимся людям нужно всегда при любой возможности, ведь все хорошее возвращается бумерангом. Вот уже в десятый раз в Институте психологии и образования КФУ проходит международный форум на тему отклоняющегося развития, пространства возможностей. В рамках данного форума был организован мастер-класс, посвященный возможностям общения специальных психологов со слепоглухими детьми и взрослыми. Мы очень хотели рассказать о такой категории, сложной и достаточно, как сказать, малозаметной в нашей стране, как слепоглухие люди. Дело в том, что в советское время очень много занимались ими, и был знаменитый Загорский эксперимент, когда несколько человек получили высшее образование в университете, тотально слепоглухих людей и так далее. Но потом был период некого какого-то забвения, да. Сейчас эта тема снова становится актуальной, потому что, в принципе, дети с множественными нарушениями развития, очень многие имеют и проблемы со зрением, и со слухом. Одной из главных целей мастер-класса является привлечь студентов к возрождению уникальных методик по развитию слепоглухих людей, разработанных еще во времена СССР. В руках студентов большая и ответственная задача – это создать устойчивую систему в стране по помощи слепоглухим людям. Адиля Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Несмотря на то, что беззаботная школьная пора выпускников IT-лицея КФУ подошла к концу, все же им удалось навсегда войти в историю учебного заведения. А, впрочем, это еще не конец, это только начало. Смотрим. Казалось бы, совсем недавно IT-лицей впервые открыл свои двери. Ни много ни мало прошло 4 года, и вот уже в его стенах прозвенел последний звонок. Праздник открылся парадом выпускников. Именно их искренне поздравило руководство Казанского университета во главе с ректором. Все, кому не лень, будут обсуждать, а что же получилось в результате формирования первого лицея при интерната, лицея-интерната при высшем учебном заведении. Это сейчас эта практика начала распространяться и на КАИ, и на КАХТИ, и на другие вузы. А тогда мы были первыми. И вот сегодняшние выпускники, они тоже первые. И вас, ребята, будут так и помнить, как первый выпуск лицея Федерального Казанского университета. Всегда помнят первых вас. Вас будут помнить, как родоначальников, как людей, которые создавали общую культуру. Стать первым выпуском такого учебного заведения, как IT-лицей, это не только большое событие в жизни каждого лицеиста, но и колоссальная ответственность. Каждому из них предстоит поступить в вузы, осуществить амбициозные замыслы и, конечно же, оправдать высокую репутацию лицея. Первый выпуск – лицо IT-лицея. И поэтому мы должны его показать с лучшей стороны, показать все свои самые хорошие качества, чтобы оправдать надежды тех, кто его создавал. Планы после IT-лицея грандиозны. Скорее всего, останусь в КФУ в Татарстане, так как IT-лицей КФУ, все-таки он дал это образование. Поэтому охота отдать некую дань ему. Настроение весьма хорошее, потому что, ну это первый выпуск, можно сказать, как сказал наш директор, прям цитата «Мы будем творить историю». Поэтому очень рад, что вот именно это мы. Не обошлось и без творчества. Для виновников торжества выступили талантливые танцевальные коллективы лицея и даже те, кто участвовал в проекте «Голос». Торжественный концерт в честь последнего звонка никого не оставил равнодушным. Активисты не только поздравляли школьных друзей, но и напутствовали их на удачную сдачу единого госэкзамена. И это неудивительно, ведь уже все подразделения КФУ ждут в своих стенах новые таланты в лицах выпускников IT-лицея. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня у меня все. И помни, несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!